Нас, похоже, тут хотят арестовать, потому что мы вели съемку рядом с военно-морской базой. Еще в 2017 году нам и на слух, когда мы с Антоном отправились на съемки фильма первой нашей экспедиции в рамках проекта, мы взяли с собой операторский кран. Тогда имитировали пролет с помощью настоящего операторского крана, но, правда, он был сделан моими руками. Это было углепластиковое рыболовное удилище длиной 6 метров. Конечно, качество все равно было низким, мне оно не понравилось. И вот в экспедиции на Нангопарабат сделать уже такой качественный контент и съемки такие, по-настоящему профессиональные. И, конечно, без дрона мы такую живую, хорошую, красивую картинку не видели. Поэтому однозначно стал вопрос, что сами мы не будем этим заниматься. Точнее, будем, но должен быть с нами специалист, профессионал. Поэтому пригласили Михаила Москвина и отправились в это путешествие в обществе. Человек, который не только снимал, а еще и, самое главное, обучил меня съемки на высоте. Режим, при котором, допустим, трекинг. Мы его через меню выбрали, запустили, захватили объект. Вот у нас лыжник, он идет, дрон за ним следует. Если вдруг нам что-то не понравилось, мы нажали паузу, и дрон остановил логическую программу. Опыта подобных съемок у меня не было. Но, естественно, были опасения, потому что, когда я начал искать информацию, она была достаточно противоречивая. То есть, во всяком случае, я натыкался на видео какого-то чеха. У него фантом практически отказывался взлетать на высоте выше 6000 метров. Роль дрону в этой экспедиции отводилась чуть ли не самая важная. Ну, то есть, по картинке понятно, что в фильме дрон не должен светиться постоянно. То есть, съемки с квадрокоптера, они там несколько раз всего могут быть. Потому что постоянная съемка с дрона, это тоже не совсем красиво. Но кадр должен быть сочный, красивый. Планы должны быть самые-самые такие аховые. При подготовке к командировке я старался найти информацию, юридического характера о использовании ввозе дронов в Пакистан. Ее было катастрофически мало. Наш туроператор уверял нас, что все отлично, и проблем у нас не возникнет. По прилету в Пакистан проблемы, в принципе, не заставили себя долго ждать. И во время съемок празднования Рамадана нас приняла военная полиция возле мечети с коптером. Оказалось, что в непосредственной близости от главной мечети Исламабада находится база морпехов Пакистана. Но офицер был достаточно вежливый. То есть, он смотрел съемки, удалил файлы, на которых действительно эта база попадала в кадр. И, собственно, мы были отпущены. Когда у нас первый дрон на самом старте упал, то у меня на самом деле прямо аж сердце там заколотило. Я думал, он все. В съемке все пропало. И что дальше будет, вообще непонятно. Мавик, который мы должны были вытаскивать наверх, на вершину. И тут он на самом старте экспедиции сваливается на скалу, бездна вниз, выше дороги скала отвесная. Все, я думал, съемкам пришел конец. Очень сильно переживал. Ребята его заметили, и наш спутник Владимир, в общем, залез и без каких-либо страховочных систем снял дрон со скалы. Чудом, при падении с высоты 10-15 метров, дрон потерял всего лишь 4 винта. Все остальное оборудование было в полном порядке, за исключением нескольких царапин и вылетевшей крышки заднего датчика препятствий. Когда я из-за скалы выхожу, сигнал восстанавливается, я вижу, что, ну, картинка передается, но он лежит вниз с датчиками, GPS. И поэтому мы не видим вообще, где он, ну, где он находится, не видим дистанцию. И вот мы приходим в базовый лагерь, рассчитываем на то, что мы будем использовать солнечную панель, инвертор, и выясняется, что инвертора нет. Более того, через несколько дней, когда приносят инвертор, солнечная панель не справляется. Тут, конечно, у нас новая проблема возникла. Это был провал. К счастью, несколько батарей у нас оставалось, мы расходовали их очень экономно. И когда у нас появился такой инвертор для солнечной батареи, мы поняли, что, в принципе, это ничего не изменило. И мы очень ограничены по количеству устройств, которые мы можем зарядить в сутки. Но, благо, мы решили этот вопрос очень оперативно с нашим туроператором. И бензиновый генератор у нас появился буквально через три дня. И тут, конечно, мы оторвались. То есть каждый день летали по несколько часов. Тренировки у нас прям были такие запланированы. И пока есть погода, высаживали батарею одна за одной, делали облеты, пролеты. В общем, учились пилотированию, разным режимам съемок. В общем, это очень сильно повлияло на дальнейшую съемку уже там, наверху. Виталя оказался очень способным учеником. Я старался дать ему краткий и самый нужный, наверное, опыт для полетов в этих условиях. Кроме технической задачи, стояла еще и творческая. То есть объяснить, какие именно планы и пролеты, и что для этого нужно нажимать и куда давить, и с какой скоростью. Самыми сложнейшими задачами в предстоящей съемке виделось два момента, два этапа. Первое – это отснять вертикальную, отвесную скалу, ключ маршрута, стена киншофера. Это 200 метров вертикальной стены. Точка старта должна была быть ниже этой стены, а там, извините, тоже снежно-ледовый склон 45 под 50 градусов. Очень крутой. Понятное дело, что старт весь и приземление только с руки. И вторая задача – это съемка на больших высотах, уже экстремально высоких. Это на 8 тысячах метров. Как ведет себя там дрон – непонятно. Ведь у него ограничение всего 6 тысяч. На 6 тысячах мы работали с аппаратом, и я выставляю у него точку дом, чтобы он вернулся. А лагерь находится на гребне, с левой стороны пропасть, порядка полутора километров. И вот мы стоим, у нас палатка закреплена на гребне. С руки я его запускаю. Меня Антон накрывает курткой. Солнце очень мощное, очень яркое на больших высотах. И даже максимальную яркость ставишь на мониторе, все равно ничего не разбираешь. Поэтому надо затеняться. И вот он куртку накидывает мне, я начинаю им управлять, поработал, сделал съемку. Начинаю возвращать его домой. И тут он пишет, что у меня низкий заряд батареи. Я полетел домой. Он начинает подниматься вверх и лететь куда-то домой. И здесь, конечно, я очень сильно запереживал. Потому что, во-первых, на нем материал. Во-вторых, прошло несколько дней съемок, и я стал относиться к дрону как к животине какой-то. Даже когда после уже он вернулся, его там чуть ли не расцеловать его хотелось. На спуске уже на 7200, просто на 5 баллов съемка, я заснял, как ребята спускаются на лыжах, но этого файла нет. То есть он у нас побился при копировании, но, к сожалению, такое случается. То есть вроде ты снял, и запись прошла, и файл был. Но вот он не вошел, его нет в фильмах, потому что он утратился. Бывает и такое. Пилотирование дроном в экспедиции на Магапарбате мне лично дало колоссальный опыт. Работать дроном на больших высотах надо в палатке. То есть обычно мы практиковали, что меня накрывали курткой, но лучше всего это делать именно в палатке. Потому что ты находишься в защищенном месте, ветер не дует, и тебе же надо работать с голыми руками, чтобы чувствовать джойстики. И однозначно это надо делать в тепле, потому что буквально там 2-3 минуты с голыми руками ты проведешь вовне палатки, все, ты там пальцы потом не будешь чувствовать, да и джойстики не будешь чувствовать. Понятное дело, что наверху, на вершине уже, после дня работы мы бы не летали там 10 минут, я думаю, там минут 5 может быть пролет сделали какой-то и все, этого было бы достаточно. Нифига себе! Что касается 2019 года, на Ангопарбат, я считаю, наработан хороший, я бы сказал, уникальный опыт съемки коптера на больших высотах. И у нас есть план, есть уже проставлены задачи, понимание, как улучшить эту съемку и сделать вообще нечто бесподобное. Уже мы продумываем детали, как будем вести съемку в следующих экспедициях. Надеюсь, что мы сумеем реализовать в будущем наши планы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...